всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня решила поснимать такой влог на самом деле немного обо всем вот не как-то одна девушка написала что вам уже снимать нечего на самом деле да нечего снимать я честно в этом признаюсь я снимаю какие-то запросы которые меня просят снимать ну и так немного о всем обо всем потому что я сейчас куда не езжу потому что очень жарко и и ничего я особо не делаю вот так вот я бы сказала сегодня у нас как-то по прохладней вот и обещают до 26 градусов ну не знаю правда это или нет хотя действительно есть тучки но ветра нет совсем не знаю у нас сейчас на самом деле 8 утра вот сегодня мои мужчины поехали по своим делам то есть муж и дети они поехали там что-то им нужно то ли купить то ли посмотреть я короче не знаю то ли для прицепа то ли для лодки то ли до кого-то там еще в общем они поехали полдня короче не будет сегодня вот так что я сегодня дома 1 своими хвостатыми девчонками они у меня тут уже тоже спят вот поэтому у меня дома тишина тишина думала буду отдыхать вообще ничего не буду делать но на самом деле нет сейчас посмотрела мне нужно пропылесосить потому что у меня собака старшая собака сейчас линяет у нее светлая шерсть и конечно же это очень очень заметно у меня все в ее шерсти сейчас все соответственно я буду пылесосить и вчера у нас кстати было 32 градуса но я уже действительно привыкла к жаре вот честно я как-то легче переношу до этого вот когда было жарко там 30 по моему было всего или 32 что такое я вообще лежала как вареная сарделька какая-то а сейчас нет что то делаю я туда же умудрилась вот эти шторы постирать правда окна не мыла вот но я окна мыла еще весной вот поэтому не знаю как-то у меня в этом году странно получилось начали помыла окна потом среди лета постирала шторы потому что их надо снимать вот это одевать это очень долго долгая история меня вот я не люблю в этой части не мыть окна ничего потом уже помог на в конце лета где-нибудь вот хотя у нас окна не быстро пачкаются то есть у нас дом стоит глубине сада и соответственно у нас мало машин ездит и пыль практически не летит так что вот так вот вот так что вот но если вам интересны какие-то темы пишите я поснимаю пустые баночки мне еще надо отснять девочки но я все как-то все жара не знаю вечером как-нибудь сяду обязательно сниму вот так же кстати хотела про немножечко про уход буквально пару слов по убираемся сегодня вместе с вами меня просят снимать уборку я сейчас не знаю как мне снимать уборку потому что я сейчас вот с утра обычно встаю одеваю купальник и до вечера я хожу в купальнике вообще больше сейчас ничего практически не ношу сейчас одела платье это потому что сейчас 8 утра мы обычно спим тут и 9 с мальчишками до полдесятого спим вот мы ложимся попозже и с утра одела вот это платье с василька она вообще кстати очень классно единственное что мне не очень нравится вот эти вот завязочки вот эти да вот это вот история но здесь можно на самом деле просто подшить ее сюда обрезать вот эту штуку вот но платье вот это вообще невесомое такое ощущение что ходишь вообще без всего вот так что она мне очень нравится очень понравился но расцветка такая для домашнего платья подойдет вот хочу вам немножко бьюти минутки да давно ничего такого не показывала средства по ходу за волосами я не знаю как у кого но у меня летом вот всегда волосы очень-очень сохнут на концах вот здесь вот так как я их редко обрезаю обстригают дата у меня вот эти кончики они обычно очень-очень сохнут такая лохматая надо еще корни подкрасить и все мне тоже лень короче одним словом так вот вот эти вот концы у меня обычно очень сохнут потому что я делаю ну просто так вот собираю да и у меня обычно вот эти концы они меня выбиваются где-то до постоянно вот торчат они меня выгорают очень и получается что он даже если там какой-то плат ну я не знаю я обычно вот косыночку платок или что-то в этом духе редко одеваю потому что мне неудобно как-то жарко научно как-то себя приучить короче у меня постоянно сохнут волосы и в этом году я заказала вот такие два средства я заказывала их на фармакосметики замеников тоже змея извиняюсь мне тоже надо его переделать и вот эта марка джойка называется очень много я слышала о них положительных отзывов особенно он девочек блондинок говорят что именно вот это вот как бы как бы золотая ее называют линейка да вот в этих упаковках она очень хорошо восстанавливает волосы шампунь идет для глубокой очистки и нет видите тут уже все стерлась ванны стоит и бальзам в общем он это кондиционер как бы восстанавливающий как раз для поврежденных волос есть еще маска из этой линейки маску нужно брать вот как я писал читала по отзывам только тем у кого мега убитые волосы вот если у вас мега убитые волосы тогда еще и маску если вы просто хотите там восстановить после солнца после каких-то манипуляций с волосами то достаточно шампуня и бальзама я соглашусь точнее не бальзам это кондиционер я соглашусь на самом деле я очень рада что я не взяла маску потому что она бы перегрузила мои волосы у меня уже практически но я не знаю раза на два наверное осталось то есть они почти пустые у меня баночки уже и очень классные средства то есть у меня волосы сами по себе кудряются но как вы видите я их не выпрямляла не распрямляла ничего с ними не делала вот и они у меня вот такие вот ну то что они не рассыпчатые такие это у меня всегда это как бы от природы они вот такие прямые у меня становятся и не пушатся не кудрявится не сохнут ничего с ними не происходит вот из-за этих двух средств слушайте так мне понравилось единственное что я сделаю перерыв я сейчас хочу ну да пользовать то что у меня есть у меня есть тут алин там от матрикс еще не закончились а потом я закажу вновь вот эти средства чтобы полностью восстановить волосы после солнца девочки это просто супер шампунь он хорошо пенится хорошо промывает но знаете нет такого вот некоторые шампуни для глубокой очистки они вымывают прямо вот в мочалку волосы с этим шампунем такого нет шампуне просто вот он действительно хорошо очищает всякие если укладочные средства у вас есть на волосах все это он вымывает краску не вымывает с ним . вы видите да корни отросли но волосы все равно у меня черные то есть они мне ну как они мне не совсем черной краска у меня под смывается но волосы темно обычно у меня уже когда я так долго не окрашиваюсь летом они у меня уже рыжие становится а здесь то есть вообще идеально и кондиционер он работает действительно как маска я наношу его минут на пять и потом смывает пока делаю все остальные дела в ванной да или просто там если полежать в ванной наношу этот кондиционер как маску на длину волос я вот отсюда наношу на всю длину волос смываю и волосы просто не путаются они шелковистые гладкие ну то есть вообще девочки я очень советую очень много положительных отзывов особенно у блондинок это не реклама я на фарма косметики я покупаю все все средства которые куплены с сайта фарма косметика они куплены на мои деньги если фарма косметика с кем-то сотрудничает я завидую тем людям с кем она сотрудничает потому что я все покупаю на свои деньги и достаточно много там оставляю денежек вот но стараюсь знаете там есть то день защиты там я не знаю животных то еще у кого-нибудь они дают очень хорошие скидки и 35 процентов и 30 процентов вот я ловлю вот эти скидки и покупаю промокодов у меня тоже никаких нет на фарма косметики я вот ну ловлю да я подписалась на рассылку и стараюсь вот заказывать даже когда заказываю что-то но как бы впрок то есть я знаю что у меня заканчивается там крем для лица например какой-то и я что-то уже заказываю знаю что скидка там допустим 35 процентов примерно ну бывает на некоторые позиции 40 вот так что 50 на такие основные позиции я на основные которые я заказываю я не видел вот в общем поделилась с вами от всей души советую девочкам блондинкам девочкам с поврежденными волосами ну если у вас волосы сами по себе хорошие я думаю что нет смысла тратиться вот на такие средства вот так что посоветовала ссылки вам оставлю внизу инфобоксе также ко мне сегодня должен по крайней мере приехать курьер заказала всякую там по мелочи сайта лабиринт сейчас пока в общем короче поболтала с вами пока не так жарко я пропали сушу а потом пойду в душ и наверное ничего не буду делать вот кстати хотела сказать по поводу приготовления в духовке на самом деле меня духовка спасает очень сильно сейчас потому что я сейчас но особо такого жареного до такого жирного ничего кушать не хочется я например накидываю всякие овощи на противень кладу мясо какое-то включают духовку разогреваю все это ставлю и ухожу на улицу вот потом просто прихожу там если надо что-то перемешать и так далее и все и вот сейчас мы вот питаемся таким образом и на обед у нас либо окрошка либо холодный борщ сегодня у нас холодный борщ но наверное мои мужчины к обеду не успеют но если успеет то будем есть холодный борщ если не успеет то я не знаю ничего нибудь сама одна поем гордом одиночестве самом деле очень люблю иногда оставаться вот так вот одна в доме я не включаю не телевизор ничего вот такая знать просто тишина в доме собаки что-то ходит шебуршат коты ходят шебуршат я одна это кайф на самом деле потому что сейчас они приедут будет шум гам мама посмотри мама пойди мама то мама силующим в общем вот так вот вот но сейчас давайте я вам покажу бардак который у меня тут вот и потом буду вместе с вами по пылесушу ну и так немного обо всем еще сейчас вспомнила что я обещала показать огород покажу сегодня в город как у меня там обстоят дела вот такой вот у меня бардак вентилятор тут час я его как раз включу это у меня девочки в общем бону уже мыло вычесывала короче я каждый день чешу к и смотрите сейчас я вам покажу ковер я его пылесосила вот этот ковер два дня тому назад смотрите что происходит девочки а еще кто-то косточки грызет это старая кость они периодически погрызывают варить и видите просто белый налет на ковре так что надо все это пропылесосить а вот это мелкая это у нас вот сейчас я вам покажу это от березы у соседей есть береза точнее есть береза растут много берез и вот здесь вот ведь и что творится по всему участку соответственно по всему дому вот эти семена от берез петонички мои растут куда ты пошла на солнце прямо куда ты на солнце пошла вот так что вот такой вот бардак надо прибрать игрушки игрушки еще сама приберу потому что потому что хочу видите какой налет смотрите то есть семена березы и вот вот что творится у меня вот и у меня сейчас справляется только один пылесос я вам его тоже достану покажу не робот пылесос не такой беспроводной пылесос вот с этим не справляется хотя у меня ковер такой вот такой как сказать ну не сильно длинный ворс и при этом не справляется вот тут еще со стола надо убрать это я сейчас снимала вам тут болтала с вами вот так что вот робот пылесос там стоит вот видите шерсть хочу показать смотрите вот видите что у меня творится кошмар вот такой у меня творится вот и сейчас тут все-все-все-все приберу пропылесошу я весь первый этаж пропылесошу пока нет жары вот так что вот такая вот у нас история так вот мой пылесос мой лучший друг мой помощник он у нас уже очень давно больше шести лет джусенька пришла джусенька боится когда я пылесошу на на улицу обычно убегает вот это томас вот видите все все везде шерсть вот aqua box вот так он называется не знаю вот так вот называется вот этому пылесосу слушайте может быть лет всем наверное даже примерно и только он справляется с шерстью шерстью и семенами береза серьезно только он у него есть функция мойки но сейчас я буду именно пылесосить вот все 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 вот это вот вот это все 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 вот я в этом году хотела помыть этот ковер но этот керхером меня муж хорошо моет ковры потому что он тоже грязный тут но мужа сломался керхер он его вроде в ремонт отвез но не знаю там что-то или новый надо покупать или старый все-таки отремонтирует в общем так что быстренько девочки поработаем сейчас и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА